I have ways of blowing things up. Несколько недель назад, но руки у меня дошли только сейчас до него. Насчет продолжить, я не знаю. Но, наверное, меня загрузят с того момента, где мы останавливались. Да, после ледяных приключений. Сейчас, я вспомню, как играть вообще. А как карта? 1859, какой причалить? Надо переночевать. Отдохнуть? Я без понятия, куда плыть, что происходит. 157 день, кстати. Среда. Мерзлый понтон. Так. Вызолоченный якорь. Часть расколотого золотого рога. В результате реально снесло. Что, блин? Ладно. Я на самом деле забыл все, что происходило. Так, а как тебе там вращать? Вот так, точно. Улучшений, я не знаю, наверное. О, карта. Карта. А я могу ее двигать. Вон там теперь что-то, с другой стороны. То есть мне нужно развернуться сейчас направо. Давай. А хотя стой. Я могу. В плавучем доке ничего не улучшилось. В верфи. Тут, наверное, ничего нового я уже купить не смогу. Мне кажется, у меня... На данный момент максимально прогресс. Хотя он есть лед. Есть детали. Но компоненты нам не нужны. Опять же, у нас... Все выкачано. Сейчас я вообще вспомню, как жить, как играть. У нас тут ловушки. Ловушки я... Может, я не буду оставлять это до ловушки? Стоп. Давайте я тогда все попродаю. Я не знаю, деньги понадобятся, не понадобятся. Но точно будет какая-то штука новая. Я вот когда закончил ледяное прохождение, я... Так же ж и... Надо продать всю рыбу. Так, икса, чай. Надо на секундочку исполнить управление, поэтому... Надо будет, кстати, починить крабовые вот эти ловушки. Взять все. Забрать. Взять все. А забрать я уже... Блин. Ага, то есть оно автоматически инсортируется. Окей. Значит. Рыбный рынок. Все. Теперь, а починить? Мы можем их здесь починить. Да, вот, отремонтировать за 75 баксов. Р. Все. Все ловушечки мы починили. Мы сейчас... Мы сейчас... Уже на новом месте их... Пойдемте на свет маяка. Это у нас, получается, центральная часть будет. Во. Просто на М можно нажимать. Все, я вспомнил. А вот это... Это у нас ускорение. И дает также безумие. А каким-то образом мы все это время умудрялись избегать безумия на протяжении всей игры, на протяжении всего, что здесь происходило. Обломки. Нет, я обломки вытаскивать, наверное, не буду. Но я пока в этом смысла не вижу. Думаю, нам нужно сначала добраться до новой территории, а потом мы уже будем смотреть, что происходит. Здрасте. Давно не виделись. Годзилла плывучая. Я такого уже видел. Это я помню. Это было давно, но я его уже видел. Так. Нам вон туда. Да, я же говорю, что сначала на свет маяка, а потом проплываем насквозь и плывем дальше. Я думаю, что мы, может быть, даже за сутки успеем добраться. Хотя... Уже час дня. А у нас в городе ничего не изменилось. Тут-то у нас и починщик другой, ремонтник другой. Так. Смотрите. Маяка. Что такое? Мне пора, да? С мэром. Чемоку. Хочу спросить о других местах поблизости. Конечно, интересует что-то конкретное. Нет, это мы уже все... Давай здесь отдохнем. Я не вижу смысла нам торопиться. Куда-то все дела, поэтому... С утреца сейчас... И отправимся. Прочность у нас вроде нормальная в нашем корабле. Мы можем себе позволить парочку ударов. Причем спереди у нас есть противолетный таран. Интересный он же... О, вон оно. Вижу. Вот это место. Да. Прямиком туда. И что ж. Наверное, что нас ожидает в этот раз? Мне очень нравится здешняя атмосфера. Очень-очень нравится. Блин, чувак, извините, не ожидал. Очень нравится эта игра, поэтому я каждый раз с удовольствием сюда возвращаюсь. Ну что ж, на обложке она выглядела более зловеще. С другой стороны, как в любом фильме ужасов, у тебя сначала есть солнечная картинка, и только потом... Причалик небольшой металлической гавани. Во тьму глубин уходят четыре гигантские колонны, удерживающие на воде громадную груду металла. Грузовой лифт. Впереди виден лифт, соединяющий причал с главной платформой. Неподалеку ждет человек с желтой каски с обеспокоенным выражением лица. Чего тебе? Кто ты вообще? Я бригадир новой буровой платформы корпорации Железная Гавань. По крайней мере, так было бы, если бы мы уложились в график. Но пока эта платформа ничем не оборудована. Начальник точно нас без зарплаты оставит. Когда увидишь, что мы еще даже не начали бурение, фундамент заложен. Но после этого у нас возникли проблемы с поставками грузов. Он нервно поглядывает на воду. Под остовом платформы вздымаются массивные волны. Корабли, которые должны были доставить нам ящики с материалом, пропали без вести. А в штаб-квартире нам сказали, что новых поставок не будет еще несколько недель. Послушай, я редко обращаюсь с помощью кому-то извне корпорации, но мы ужасно отстаем от графика. Давай отмечу на твоей карте последние известные координаты тех кораблей. Если сумеешь отыскать для нас хоть какие-то ящики с материалами, уверяю тебя, корпорация позволит тебе ящики. Надо, да? И воспользоваться нашим оборудованием, как только мы подключим генератор. Конечно же. Создать. Ну, хорошо. Ясно. Сейчас мы туда тут ловушки раскидаем. Жалко, вот так нельзя. Ну, хорошо. Выбросить, в смысле, за борт или... Нет, подожди. Как мне... Так, в каюте у нас новое место на карте. Да. Ой, блин, я помню, они добавили вот эти вот отметки. Они вроде как полезные, а вроде как это железная гавань, снежный предел. Поймать эмутированную белокровку. Ой, точно. Это была побочка такая. Тут у нас найти реликвии. Поймать конгрию. Помню тоже, но там почти все сделано. Два ящика. Пришвартовался новой платформой. Та-та-та. Стоящих север в Соле пообещал за бригадиром. А, насколько я помню, у них начали пропадать грузы. Им нужна небольшая помощь. Засовы переделать, отметил на моей карте последние известные координаты. А вот это, это что? Тут у меня ловушки стоят. Ну, 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 допустим, сейчас поставить метку. А, 7,9. Да, я ее, по сути, наверное, просто выбросил. А это... А как них применить? Блин, я забыл, каких применять, вы че, вы издеваетесь? Ладно. Тут уж есть, я могу сложить свои вещи здесь. Мой тренд, да. Я пока их сюда слушаю, я случайно выбросила. О, мошка. А, мошка. А, мошка. А, мошка. А, мошка. А, мошка. А, мошка. Хорошо. Давай посмотрим, что он там понаотмечал. Получается, вот этот остров или что-то в этом роде. Убрать все метки. Ты про вот эти вещи мне говорил, или... Вон, корабль затонувший под нами. Офигеть, кстати, это красиво сделано. Хорошо. Один ящик есть. Второй ящик есть. Ну, то есть... А тут еще можно. Все, тут не все. Ну, я выкопал три ящика, хотя вроде как он просил два. Ну, опять же, посмотрим, как оно, что оно. Он будет посмотреть, когда я последний раз играл в эту игру, потому что ощущается, как будто он давно. Не знаю. Так. Держи. На запуск генератора должно хватить. Мои ребята сейчас же отнесут материалы к главную платформу. Так, здесь все должно быть в рабочем состоянии, но беда только... Вот беда только, что взглянул на складе, я обнаружил, что там нужно... Нам ни разу не доставили топливо, потому что я нашел и это. Можем полотать дыры в корпус, если вдруг пойдет... Вдруг будет... Рекомплект для корпуса. Ремонтирую до двух поврежденных участков судна. В первую очередь снаряжение. Вот что вы... Блин, а это классно, потому что, как будто решать проблему с топливом, советский познакомиться с нашим ученым. Ему всегда интересно узнать, что будет новое... Что-нибудь новое о местных видах рыб. Ага. Ну, давай к ученому сходим. Хе-хе-хе, дядька такой! Хе-хе-хе. И Хитман на пенсии, серьезно. Переодел красный галстук в желтый и нормально. Вы подходите к старику, который, опустив голову, уходит туда-сюда около оцепленной зоны на главной платформе и что-то про себя бармочит. А? Ты кто? А, тот рыболов, который вдобавок казался еще и посыльным, да? Рабочие о тебе говорили. Всего понемногу, понимаю. И так ты, должно быть, хорошо разбираешься в здешних видах рыб, не так ли? Киви ты тоже встречал в этих водах. Зачем вы интересуетесь? Он выглядит оскорбленным. У тебя могут иметься определенные предубеждения касательно того, как железная гавань видеодела. Однако хочу заверить тебе, все наши действия направлены на благо местной экосистемы. Но прежде чем мы начнем во всем разбираться, хочу сказать, что моя лаборатория также пострадала от отсутствия доставки извинения. На, держи. О, у нас уже достаточно материалов и на экспериментальный центр. Приступим к работе. Это вы из одного ящика построили? Хрена себе. Ну что, достаточно места для всех этих шлангов и пробирок, нет? Да, больше чем достаточно для всех моих нужд. Спасибо вам. Считаю, что ты даже не являешься работником корпорации рыбака. Разреши мне вручить тебе вот это в знак моей признательности. Успокаивающий чай. Термос с успокаивающим чаем, с корицей. Достаточно, чтобы успокоить охваченный паникой разум. Это успокоительное, как в Бладборне. Погоди, не в Бладборне, это в Секера было. Хотя нет, в Бладборне, по-моему, тоже было успокоительное, если я не ошибаюсь. Бригадир Поворотчского. Мне кажется, мы нашли решение нашей проблемой с топливом. Вот ищи меня у генератора, я все тебе расскажу. Генератор. Представляешь, топливо из железной гавани так никогда не отправили. Я связался со штаб-квартирой. Этот генератор оказывается биотопливный. Какая-то новая технология, которую корпорация хотела тут испытать. Решив, что топливо для этого мы сами себе найдем. Просто они даже не подобны. Представьте нам какие-либо оборудования для сбора биомассы и строительства. А строительство отдела обслуживания флота в самом конце нашего списка дел. Думаешь, сможешь нам опять помочь? Генератор может закинуть рыбу или, считай, любые биологические материалы. Так что... Как только на березу достаточно, мы сможем запустить бур. Я вас понял. Эспериментальный центр. Чем могу помочь? Как долго вы работаете на железную гавань? Вся моя профессиональная деятельность была посвящена научным исследованиям в этой корпорации. А это выходит уже более полувека. Отец нашего нынешнего директора нанял меня, когда я только окончил университет. Должно быть, что... Должно быть, что-то он во мне тогда разглядел. Угу. Отчаливаем. И... Блин, а это место, оно не исчезает? Я же... Я там уже выловил все. Или оно как-то респаунится? Угу. Давайте на стальной мыс. Да-да-да, была эта фишка, что, типа, другие корабли плавают. Нет тут никаких других кораблей на самом деле. Нет и не было. Привет, спасибо еще раз, что помог. Так, ну, с ней ничего дальше не предвидится. Отдыхать. Имеется в виду никаких квестов, ничего такого не будет. Давайте мы... Выйдем и посмотрим здесь на затопленный корабль где-то. Должен быть. Вон там где-то. Да, вот он. Вытащу здесь еще несколько... Вытащу еще несколько ящиков. В крайнем случае положу их потом в трем. Потому что я так понимаю, что мне придется отстраивать очень много эту штуку. Вот уж что-то интересное должно быть. Да, блин. Флаг с морским змеем. Красный флаг. Традиционный изображающий из-за морского змея. Это очень необычно. Хорошо. Можем ли мы видеть... Мы можем видеть вышку издалека. Это приятно. Потому что... Каждый раз на нее ориентироваться. Мы до этого так на маяк ориентировались. Давайте рыбу поналовим. Как раз вернемся туда ночевать. И немножко биоматериала закинем. Ночи здесь про... Это дни проходят все так же быстро. И... Не особо успеваешь что-то... Сделать буквально туда-сюда смотался. И уже все. И уже сутки. Пока что я не вижу здесь каких-то особых видов удочек. Или чего бы то ни было. Туман, конечно. Так, мой трюм, во-первых. Давайте я сложу ящики сюда. Костяной талисман. Так, он... Скорость лова увеличивает, да? Но... Я не могу себе позволить его поставить. Генератор. Давайте скумбрии сюда натихаем пока что. А, кстати, трюм... Нет, потаскай эту штучку пока что с собой. Я не знаю, что это... Все, отдыхаем до утра. Наловим рыбу, запустим генератор. Посмотрим, что нам с этого будет. Рыба-то должна быть где-то здесь, правильно? Блин, это вот эта вот крикливая рыба. Что вы от меня хотите? Поручение новозаправить генератор. Да, я уже понял. Мне бы более стандартные рыбы какой-нибудь, чтобы можно было ее упихать туда попроще. Класс. Какой-то чемпионскую рыбку поймал. Класс, небольшой. Я думаю, она, в принципе, уже хватит. Я здесь все доловлю. Да, все, исчерпали. Целый день потрачили на рыбальство, но теперь мы сможем запустить геночку. Генератор. Эту рыбу мне невыгодно сюда ставить. Мне нужно поставить обычный. Больше не лезет, запускаем. Для прессования с ревом оживает. Грухот пневматических поршней. И тяжелое жамканье вскоре уступает место глухому треску всякого рода шестеренок. Ага, у нас получилось. Из жалоба с пометкой отходы спускается большая капсула. Сквозь все просроченные семена вы видите остатки рыбы, которые вы загрузили ранее. Погляди-ка, это может тебе пригодиться в качестве подкорма. Верно? Забирай себе, если хочешь. Ну, давай. Ну, наконец-то можем начать бурение. Все готово. Запуск бура через 3, 2, 1. Бур опускается. Вы, по-моему, какую-то ктулку там сейчас разбудите своим буром, блин. А мне потом это разгребать. Ну, как бы да. Ну, как бы да. Да. Цепляясь за перила, чтобы удержаться в ногах от толчков, вызываемых буром, к ним подходят ученые. Мы пробили последний слой, процесс пошел. А как же тот огромный разлом, насколько стабильен пласт? Разлом, признаюсь, больше, чем предполагали мои статистические модели. Тем не менее, сейчас он стабилизировался. Сейчас нам следует на время остановить бурение. Кроме того, с нашей стороны было бы безответственно не провести обследование местности и сбор данных. А раз уж мы об этом заговорили рыбаку, мне для тебя есть кое-что. Недавно мы запустили фабрику, позволяющую нам производить оборудование, укрепленное при помощи новейших технологий корпорации. Укрепленная удочка, скорость лоу 88, прибрежные и мелководные. Можно снять с полярных, на самом деле. Это мне дает глубинные пучины океанские, это дает прибрежные, мелководные, вангровые, вулкановые, полярные. Прибрежные и мелководные. У меня же есть все, что прибрежные и мелководные. Леска проходит сквозь капсулу с темной жидкостью, которая покрывает и укрепляет. Скорость лоу 88. Скорость лоу 94. Я не понимаю, зачем она мне. Состояние рабочее. Хотите сказать, что сейчас удочки будут ломаться? Давайте ее пока что втрем. Ага, возле соли. Чтобы узнать, не пострадали ли тамошние виды рыбы того, что мы здесь делаем. Я понял. Почему с помощью этой удочки фабрика? В дверном правильнице стоит женщина и чертит в своем блокноте какой-то эскиз. Приветствуем! Добро пожаловать на фабрику. Есть главный инженер. В награду за твою помощь, в обеспечении работы этой платформы не позволили лучше твое оборудование с помощью наших технологий. Ящик. Какая-то фигня. Деньги. Вулкановый мелк... Прибрежные мелководные океанские. Типа я могу вместо полярных что-то поставить, я вряд ли туда сейчас буду. Сюда можно ящики позакидывать, которые у меня есть сейчас в трюме. Литейные. О! Из тени строительных лесов выходит фигура в каске. Мужчина приподнимает свой счеток. Старительство еще не окончено. Ну-ка, с другой на игру, строю материал, подойди сюда. Но не хватает материалов, значит, сможем начать работу. Я понял тебя. Техническая лаборатория. У меня в план создать системы сменных модулей. Вы сами все увидите. Покажу вам, когда мы здесь обсудим. Но ох, и тут тоже нужно материал. Я понял. Следования новые у меня не появились. Хорошо. Значит, с этим... Давай литейную. О, создадим. Это все, что нам было нужно. Теперь мой, который встретил литейный. Все готово. Работа материалов. Выбрать чертеж. Ящик железной гавани. Увести деревянный ящик. Полный материалов. Он со всех сторон. Обклинил юридическим. Чтобы скрафтить ящик, мне нужны... Пока не понимаю, к чему... А, типа, чтобы скрафтить ящик для... Удочек, если я не хочу за ними мотаться. И я понял. Хорошо. Техническая лаборатория. На тебе тоже один. Я скажу кому-нибудь, что можно начинать. Наконец-то уже не дождусь, когда все это испытаешь. Улучшенные лампы. Сильное освещение уменьшит эффект от паники. Увеличит радиус освещения. Так, улучшенная подзорная трупа. Улучшенная сирена. Делает ваше присутствие боль заметной. Стоит импульсия, отражающая от окружающих объектов. Интересно. Давай лампу улучшим. Открытоспособность лучше... Ну, все готово. А, погоди, а где мне ее? Предмет лучшенной лампы уже исследован, создан. Я понял. Назад в город. Отдать образцы, которых у меня пока нет. Хорошо. С какой целью заделся платформа? Я не могу вдаваться в подробности. Ты же понимаешь, что целью заделся платформы является проверкой чрезвычайно важной гипотезы, над которой я тружусь уже многие годы. Если моя гипотеза окажется верна, это даст корпорации огромный потенциал для диверсификации деятельности. Собирайтесь становить бурение? А, да, насколько я знаю, бур уже остановили. Бригадер сейчас занимается подготовкой к извлечению его из дна. Ладно. По всей видимости, эту штуку нельзя просто взять и вытернуть. Первая команда примет все меры предосторожно, чтобы процесс прошел как можно более безопасно. Образцы... Ладно. Образцы, где нам надо будет... В солях, понятно. Собрать вилонос, вот этот, огурец, как молодец. Построить на платформе сооружение. Построить фабрику второй категории, литейный второй категории, технические лаборатории второй категории. Короче, до задницы. Все, помочь рабочим... Хорошо, ребятушки. Думаю, тогда пока что на этом будем заканчивать. Первая серия получилась достаточно интересная. Я думаю, что можно будет потом отправиться. Я пока не понимаю фишку усиленных удочек. Может быть, потом как-то до меня что-то дойдет. Пока что остановимся на этом. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра поправим. Все молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok